Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Реплей, центральный округ, у них здесь крюха полканов, не забывайте вводить по ним по регистрации, также можете вводить по промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня у нас новая серия, в которой я хочу купить необычную машину, и вообще, посмотрите, что она из себя представляет, потому что данную машину, как бы, я уже видел, я на ней ездил, но во владении у меня никогда её не было, это реально очень необычная машина, которая с ивента Хэллоуин, поэтому, пацаны, возьмите, поставьте лайк и подпишитесь на канал, сейчас я телепортирую нашу Ниву, потому что у меня нету места, надо сейчас Ниву, короче, загрузить, телепортировать её к себе, ага, на нашей стоянке, так, быстренько сейчас туда попадаем, потому что там эта машина стоит, продаётся, и я боюсь то, что её купят, и, как бы, весь смысл ролика пропадёт, потому что, вот, я просто бегал, как бы, искал машину такую интересную, и увидел просто эту тачку, которая стоит всего лишь 3 миллиона рублей, раньше, вроде бы, продавали много дороже, поэтому я хочу её купить, вообще, посмотреть, что она из себя представляет, покататься её, затюнить, возможно, и, как бы, это всё показать вам, поэтому, пацаны, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Всё, теперь эту тачку мы продаём, да, понятное дело, что я вложил в неё очень много бабок, но, в принципе, ничего страшного, так, есть ли эта машина здесь, она уехала, эта машинка уехала, которую я хочу купить, вон-то гробовозка, короче, с ивента, я хочу её купить, он куда-то уехал, может, он же её продал, так, Ярик водила, алё, ты куда поехал, дядя, э, куда ты поехал, я, блин, продал Ниву, специально для того, чтобы купить у него машину, и он, как бы, просто катается, я, конечно, всё понимаю, но, ну, блядь, я этого не понимаю, ну, реально, я хочу её купить, чисто, знаете, по фану, типа, для проекта такого, её затюнить, там, диски поменять, туда-сюда, короче, будем же, пока он выставит её на продажу, Ярик просто вышел из игры, понимаете, он просто взял и вышел, блядь, из игры, я ради него сюда приехал, чтобы купить у него машину, и он просто вышел из игры, он её выставил здесь за 3 миллиона рублей, я пока продал Ниву, пока с ней тюнинг, он просто отъехал там, пытался с кем-то поговорить, и потом взял, просто вышел из игры, вот, я нашёл этого пацана, короче, Ярик Кирганский, Кирганский, наверное, или Кирганский, короче, Ярик, просто Ярик, у которого 4 уровень, я не знаю, откуда у него эта машина, 4 уровень, и у него эта машина с Вента, как бы, гробовозка Хэллоуин, называется она, где он её взял, каким образом, я, честно говоря, не знаю, вообще, откуда у 4 уровня, я, конечно, их не видел в продаже, вот, серьёзно, я вот эту машину, вот эту машину, я не видел в продаже, он, я так понял, сейчас находится на штрафстоянке, либо на парковке, в Арзамасе, короче, он хочет мне её продать, давайте его телепортируем просто, JetHerry Car 242, я думаю, так будет быстрее, в принципе, как бы, пусть он мне её продаёт за 3 миллиона, как бы, тачка, в принципе, интересная, такая, необычная, я считаю то, что это отличный, просто, вариант, сейчас посмотрим цену, вот так, 3 миллиона рублей, да, давайте, берём её, покупаем, всё, я купил себе этот замечательный аппарат, я уже заехал в тюнинг, посмотрел, там нету деталей, которые мы можем поставить на эту машину, но, как мы знаем, то, что у меня есть, как бы, тюнинг, который у меня остался, поэтому этот весь тюнинг мы сейчас перемещаем на нашу новую интересную машинку, вроде бы, всё, что у меня было, я поставил, машина, конечно, будет не очень сильно быстро ехать, но, в принципе, она и в стоке нормально едет, а вот с тюнингом она будет ехать ещё лучше, как бы, поэтому, ну, тачка реально прикольная, пацаны, понятное дело, то, что я её потом продам, как бы, я её не навсегда купил, просто на время для видоса, просто она мне понравилась, и я хотел себе давно такую машинку интересную прикупить, чего, блядь, а чё у неё колёса не крутятся, вы видите, у неё колёса не крутятся, они на месте просто стоят, так, а если колёса снять, что-то я немножко не понял, так, ага, а, короче, какой-то баф произошёл, у нас колёса вообще не крутятся, и они какие-то маленькие стали, короче, такой, пацан, тоже бывает, в принципе, это нормально, короче, колёса у нас, как бы, не крутятся, у нас машина просто парит в воздухе, можно сказать, сейчас заедем, я думаю, сделаем полную тонировку, сейчас мы сделаем полную тонировочку, может быть, развальчик, и уже посмотрим, что из этого у нас получилось, всё, покупил тонировку, купил, получается, развал, и нам это обошлось в 1 миллион рублей, неплохо, конечно, конечно, такая каракатица теперь стала, конечно, это пиздец, я, ну, я, конечно, ещё тот возвращение, а зачем я такой развал жёсткий сделал, вот хреново то, что нельзя машину именно занизить, то, чтобы она лежала, ну, видите, развал я поставил, теперь она какая-то у нас непонятная, и миллион я просто потратил в никуда, бывает, пацаны, бывает, я просто думал то, что это будет выглядеть немножко по-другому, но какое-то было другое впечатление об этом, давайте прокатимся, максималка у меня 204, как мы видели, не, ну, машина в целом интересная, просто, ну, как бы, это машина с Эвента, с Хэллоуина, ну, реально, просто посмотрите на эту машинку, то есть она реально очень необычная, и, типа, ну, понятное дело то, что я её продам, это само собой, иксы восьмерочки, пацаны бы сюда поставим, в принципе, по традиции уже, не, ну, согласитесь, то, что выглядит просто машина такая с винилом, огромная просто, ну, смотри, какой-то лимузин просто, да, это гробовозка, но длиной она как лимузин, я вот не понимаю, что срочно случилось с FPS, я вот снимаю с графикой, раньше FPS был там стабильно 50-60, а сейчас, как бы, FPS 30-20, что это такое, что произошло, как бы, всё же нормально было, я не знаю, с чем это связано, у меня, вроде бы, ничего такого не запущено на компе, чтобы оно жрало FPS, просто вот запущена игра и бантикам, всё, и почему-то у меня тут 30-40 FPS, типа, как-то очень сильно всё поменялось, раньше было как-то поболее, более лучше раньше было, короче, а сейчас почему-то очень жёстко проселять FPS, вот только, вот полтинник сейчас, да, было 20, потом резко полтинник, с чем это связано, смотрите, просто 20 FPS, типа, вам, конечно, это не видно, но я думаю, по картинке видно, в принципе, вот сейчас очень жёстко просел обратно, поворачиваю камеру, 20 FPS, вот именно в эту сторону поворачиваю камеру, всё, 20 FPS, я не знаю, в чём прикол вообще, типа, чё произошло, может, чё-то они там напутали, какие-то файлы, играю не со сборки, играю с лаунчера, то есть, проблем никаких не должно быть, но почему-то, когда смотришь в ту сторону, вот, я сейчас смотрю в ту сторону, у меня 20 FPS, вот именно, когда в ту сторону смотрю, смотрю в эту сторону, у меня 50 FPS стабильно, я не знаю, в чём прикол, честно, допишите, пожалуйста, кто знает, в комментариях, как бы, ну, почему так происходит, что произошло, Не, ну машина, согласитесь, реально интересная такая. Как минимум необычная, и вы не встретите её там, допустим, на том же светофоре. Вот, допустим, я вот катаюсь, да, вот я ещё такую машину ни у кого не видел. То есть, да, возможно, кому-то нахрен не нужна эта машина, то есть, кому-то она вообще не нравится, но для меня это, типа, интересная такая уникальная машина с ивента, которую я хотел себе купить, и я её купил, типа, за 3 миллиона, мне кажется, ну, возможно, это дорого даже. Просто я не видел, чтобы их продавали, понимаете? Я не видел, чтобы продавали такие машины, поэтому, мне кажется, 3 миллиона, как бы, это совсем, как бы, адекватная цена. Понятно дело то, что без тюнинга, но в целом машина мне, как бы, нравится. Развол, конечно, я немножко переборщил. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока!